Воздушные змеи 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 Я знаю, что вы также установили рекорд. Установили рекорд Украины. 472 змеи, соединенные между собой. Длина их была полкилометра. Полкилометра. 472 змея. И все это в воздухе. Да. Невероятная идея. Кто это придумал? Кто предложил? Наш руководитель Владимир Ямивлянов. Он сегодня с нами. Здравствуйте, Владимир. Очень рад с вами познакомиться. Такие талантливые у вас ученики, рекордсмены уже. Вот скажите, какими уникальными качествами отличается Вова? Железная, мертвая, техническая хватка. Когда он видит что-то новое, приступает к какой-то работе, он буквально в нее впивается и делает. И у него это получается. Как-то я разбирал часы и уже, ну, хотел выбросить в мусор все эти колесики, шестереночки. Вова говорит, а можно я попробую? Я говорю, ну, пробуй. Думаю, все равно выбрасывает, типа. Пять минут. Он собрал эти часы, и они ходят по сей день. А это было пару лет назад. Браво. А послушай, Вова, а вот эта техническая хватка, о которой говорит твой учитель, откуда все это? Чем ты занимался до того, как стал змеином? Я с маленького детства любила что-то изобретать. У меня светились лампочки, все. У меня вся комната была в проводах. Мама как-то боялась зайти в мою комнату, что там что-то рвануть может. Да, было такое. Твоя мама сегодня тоже в студии с нами. Вот эта тяга к конструированию, это врожденный его талант, или все-таки он его где-то приобрел, вот этот интеллект? Я считаю, что это врожденный талант, поскольку с двух лет детскую трудно было назвать детской комнатой. Это было, скорее всего, мастерская. Если вот ребенка, кажется, маленького трудно провести возле магазина игрушек или сладостей, то мы обходили стороной магазины автозапчастей и деталей. Мы стали постоянными клиентами в одном из магазинов, оптовыми покупателями на провода и изоленту. Владимир еще очень плохо говорил, но мог популярно объяснить, что мне снова нужна изолента, и я никуда не пойду, пока мне ее не купят. Что это за история, когда вы боялись зайти в комнату к сыну? Чего вы боялись? Как-то мы приобрели сигнализацию звуковую на велосипед, но поскольку она была очень мощной, мы решили не пугать окружающих, и сняли ее, поступили обычный звонок. Естественно, такие вещи у нас долго не лежат. Владимир сразу применил это все, он сделал сигнализацию на входную дверь в своей детской комнате. Браво, Володя! Скажи, а вот учитывая такой твой врожденный интерес к технике, вот каков сейчас твой наибольший технический интерес? Вот что-то, что бы ты хотел создать? Ну, я бы хотела стать ракетостроителем, может робота создать с искусственным интеллектом. Почему бы и нет? С такими ребятами, да, с такими юношами, я уверен, что наше ракетостроение будет впереди планеты всей, возможно, твои знания помогут спасти мир. А сейчас на этой сцене появится мой коллега Андрей Даманский со своей мечтой научиться делать воздушных змеев. Давай его поприветствуем. Володя, ты не поверишь, я нашел верстак, я нашел все, что нужно для того, чтобы сделать змеев. Выходи к нам на сцену. Давай ты своим профессиональным сейчас оком окинешь, все ли я подготовил для змееконструирования. Наждачка, леска, хвосты. Дальше что рассказывай? Скотч, чтобы сделать каркас, и чтобы оно не отваливалось. Значит, наверное, я прежде чем начать занятие должен надеть фартук, да? Но у нас же соревнования по воздушным змеям, в змеенавтике будут соревнования, а если есть соревнования, значит, нужно с кем соревноваться. А если нужно с кем соревноваться, на сцене появляется Данилевич тут же, моментально. Надевай фартук, надевай фартук. Конструкторы, рассказывай, с чего мы начинаем? Берем рейки. Берем рейки. Будьте добры, Андрей Данилевич, передайте мне, пожалуйста, рейки. Сколько нужно рейк? Двое. Две рейки. Бамбуковые. И теперь с запасом дал? Хорошо. Я поломаю с чего-нибудь. Давай. Уложим их от первого конца до второго. Вот так, да? Да. Есть. И крест на крест. Вот, с уголка на уголок. Правильно. Теперь берем скотч. Замечательно. Змей готов, да? Нет. Не готов. Фиксируем скотчем. Ой, это очень интересно. Как ты своего змея назовешь, так он и полетит. Как ты его назовешь, Андрей Данилевич? Я своего змея назову Гагарин. Можно? Да. А мой змей будет называться Королев, поскольку я... Из Житомира. Из Житомира. Хорошо. Родины Сергея Павловича Королева. Королева. Хорошо. Вот так вот. А есть у вас в спорте в Змеенавтике, когда один спортсмен другому гадости делает? Есть такое. Вот давай мне скорее расскажи. Ну, так за это желают, но можно просто и не брать на соревнования. А какие, какие, как вот? Ну, вот, например, может кто-то обтяжку уменьшить, кто-то может подрезать, чтобы оно лопнуло, кто-то скотч поменять, чтобы он не липнул. Все, я запомнил. Что мы делаем дальше? Хвосты выбирайте кому какой. Хвост. Вот красный вот сюда. Да. У меня розовенький. Девчачий такой мне. Да. А мой змей уже практически готов. Практически. До запуска двух самых лучших змеев в радиусе 30 метров от этой сцены остаются считанные секунды. Теперь приступаем к соревнованиям. Все по-настоящему. Приготовились считать. Давайте. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Пуск. А-а-а! 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 лет. Фух, пожалуйста, как взрослый, оцени. Вынеси свой вердикт нашим полетам. Все идеально летали. Все было круто. Я думаю, что в этой схватке победил Андрей. Правильно. А проиграл Андрей. А может наоборот? А может наоборот, говорит Володя. Я тебя люблю. Спасибо. В любом случае, мы тебе благодарны за этот урок. Мы смогли вернуться в детство. Ведь это так здорово. Спасибо тебе, Ола. Спасибо тебе большое. Дай пожму твою руку. Спасибо. Его любимые игрушки с детства провода и паяльники. И мечта стать авиаконструктором. Сейчас он создает воздушных змеев и показывает высший пилотаж. Внимание на экран. Чемпион Украины змеинавт Владимир Буряк. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я не знаю, как ты это делаешь. Ну, чуть-чуть сообразил, но это очень и очень круто. И очень красиво. Володя, мы тебе желаем совершенствовать свое мастерство. А сегодня мы дарим тебе нашу медаль «Круче всех» и моушн-камеру, о которой ты мечтал. Медали-подарки в студию. Наша фирменная медаль, с которой ты поедешь в Индию и заслужишь ту медаль, о которой мечтал. Чтоб было чем подкрепиться, вот рюкзак со сладостями. Думаю тебе. Встанем на воду. Так. А где же камера? А вот и она! Круче всех!